Я хочу вам рассказать о человеке, который занимается рукоделием. Чем конкретно мы сейчас с вами и увидим. Деды Морозы и Снегурочки, Ангелы и Белочки. Для современного поколения елочные игрушки могут быть только стеклянными. А вот для наших бабушек и дедушек они были ватными. В общем ассортименте елочных украшений изделия из ваты занимают большое место. Технологический процесс выделки игрушек из ваты, в особенности ручным способом, очень увлекателен и многогранен. С ноября 2020 года Лина увлеклась изделием из ваты. Уж очень ей хотелось сделать подарки своим родным. В интернет, конечно, пошла в интернет. И стала смотреть, стала что-то пробовать, покупать, узнавать. А у меня еще подруга есть, а подруга занимается рэпернами. И вот мы с ней как бы на спор, у кого будет лучше. Буквально через неделю она сказала, нет, Лина, отстань, я таким заниматься не буду, это надо столько усидчивости. А у меня пошло. Пошло, я не знаю, я могла до часу ночи делать. До часу ночи. Вот эта вот моторика, вот эта вот, она или успокаивает, или что-то. А потом хочется уже лучше. Глаза, лицо. Вот сейчас уже, например, сделать куклу, которая как бы в начале, хоть и простенькую, неинтересно. Это просто неинтересно. Ты начинаешь вот что-то выдумывать, делать слоями платья. Лица, глаза – это моя больная тема. Я хочу глаза, чтобы живые были. Я уже столько мастер-классов просмотрела, покупала, смотрела. Вот, естественно, они уже лучше, но все равно я каждый раз своей работой недовольна. То есть мне все равно хочется что-то лучшее. Свои первые игрушки из ваты Лина бережно хранит, чтобы можно было сравнить первую и новую игрушку. Потому что с каждой изготовленной игрушкой растет и ее мастерство. Я сейчас тогда покажу кукол самых первых. Вот, самых первых. Вот, я их всегда себе оставлю, навсегда. Хочу просто сравнивать. Через год, через два. Вот, хоть мои друзья кричали там, ой, подари, подари. Нет, нет, потому что, ну, это первое. Но разницу вы увидите, да? Вот эта малышка. Хороша, на первый взгляд хороша. Но шубка не такая, ножки худенькие. Узнаешь это, познаешь только потом уже, когда ты начинаешь работать. Вот, девочка. Вроде бы уже начала какие-то платочки делать, сапожки. Но опять же все грубо. Вот эта девочка уже идет, через три месяца работает. То есть, это первые мои, вот, идут. Это через три месяца. То есть, платок у этой и у этой. Теперь шубки. Есть разница. Тоненькая, все аккуратненько. Естественно, лицо. В виде разнообразия игрушек, их яркие цвета, необычные формы, словно попадаешь в сказку. Многие люди не понимают, как такая красота выходит из рук Лины. Думают дизайнер, думают художник. Я не дизайнер, я не художник. Я рождена именно вот с таким, громко сказано, талантом. Но мне это все нравится. И когда люди ошибаются и думают, что я что-то заканчивала, для меня это, ну, такое удовольствие, такой бальзам на душу. Значит, что-то я могу еще сделать, сделать подарок какой-то, ну, порадовать детей, друзей, подруг. Ой, столько людей много, что моих кукол не хватит. Срок изготовления одного изделия, в зависимости от сложности, составляет от трех до пяти дней. Хоть Лина и вовлечена изделием игрушек из ваты всего три месяца, она с радостью рассказывает про свои задумки и про свои волшебные игрушки. Баба-яга. Ее я делала, ну, если честно, наверное, дней пять. Почему дней пять? Потому что она долго сохнет. Каждая игрушка очень долго сохнет. Вот. А здесь нужно было именно сделать полет, взлет. А это надо высушить именно так, чтобы, ну, не падало. Она же под клеем ПВА с водой, она, то есть, намокает, она опускается. И вот придумываешь, какие-то подставочки ставишь, все это. Вот. Хотелось показать именно полет. Полет кота, да? То есть, он не успевает. Баба-яга на таком должна быть на скорости лететь, что он просто должен быть с вытаращенными глазами, с хвостом, с бешеным, с таким вздутым. Вот. Грибы у нее должны разлетаться. Но я ее делала, она ищет себе жениха. Поэтому мышку я ей обязательно вместо заколочки сделала. Ну, вот такая вот. Я думаю, она добрая. Она добрая, она хорошая. Ну, ищет, ну, ищет. Кавалера своего ищет. Покажу чертенка. Почему именно его? Когда я делала бабу-югу, так, первую вот эту вот бабу-югу я делала, я проходила мастер-класс именно по лепке лица. Было плохое настроение. Я взяла пластик, из чего мы лепим лица, и начала лепить сама. И вот эту прелесть мне подняла настроение. Я слепила полностью сама мордаш. Осталось только вакулу сделать. С алохой. Под рабочее место Лина отвела целый угол. И, конечно, на нем беспорядок, как и полагается творческому человеку. Она с радостью делится своими советами с теми, кто заинтересовался и хочет попробовать свои силы. Я хотела показать просто, из чего делается. Ва. Ва. Обязательно разводится с водой. То есть вата может липнуть, опять же, и к рукам. Только с водой разбирай. Вата. Если кто-то надумает, в Веснокурске у нас очень мало чего что-то можно взять. Если будете думать, чем-то заниматься, берите зимзак, но лишь. Она более-менее в идеальном состоянии. Более-менее. Краска акварель. Акриловые. Обязательно лак. Берите лак матовый. Потому что ватную дружку нужно сбрызгивать, чтобы с нее потом пыль просто стряхивать. Чтобы она все-таки сохранилась не год, а лет 5, 7, 8 обязательно. А вот тут кисточки, кисточки, стеки. Все это вам будет нужно обязательно. Вот у меня здесь даже... Я сейчас в руках просто покажу. Вот они молоточки, лица. Из чего мы все это делаем. Впервые я сделала такие ручки. У меня уже будут именно из пластика ручки для новой снегурочки. Это я похвастаюсь просто. Начало Деда Мороза. Но не пугайтесь, он будет безумно красивым. Безумно красивым будет. Ну так это... Ну вот так вот приложим. Ладно уж там бороду. Это будет нечто. Будет большой. Красивый. И нужны, конечно, это везде супруг помогает мне на сушку. То есть пока голова отдельно, мы платье делаем, создаем из проволоки. Наматываем вату, 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 вату. И вешаем каждый раз вот так на просушечку. Там петелька из проволоки остается. Без этого оно никак нельзя. Я с удовольствием слушала Ленин рассказ и разглядывала игрушки. Никогда бы не подумала, что они сделаны из ваты. Желаю Ленин творческих идей, их вытворения в свои изделия и радовать родных, друзей и знакомых.